Всем привет на моем канале. В этом видео мы протестируем пульсоксиметр, который используется в медицине. Сравним показания пульсоксиметра с показаниями Apple Watch и Mi Band 4 браслета по измерению пульса. Также просто расскажу об этом устройстве, пульсоксиметр, который я заказал с AliExpress, LK88 модель. Есть еще 87 модель. Расскажу чем она отличается. Потом измерим пульсоксиметром, Mi Band и Apple Watch и сравним показания и их результаты. Значит пульсоксиметр LK88 стоит в принципе 10 долларов примерно около того на AliExpress. И отличается например от LK87. Это бюджетная нормальная в принципе из которой может быть показания, которые можно принять за правду. Вот описание. 25 мА потребления. Здесь две батарейки типа АА, то есть мини пальчик я уже сломал. Это очень хрупкая крышечка. В принципе здесь ничего интересного нет. Этот шнурочек идет в комплекте на руку. И в принципе сам пульсоксиметр и кнопка запуска. Работает он следующим образом. Там есть два светодиода. Один принимает излучение, второй излучает. И по тому сколько излучения, то есть там измеряется количество красных кровяных этих телец, которые там проходят в какое-то время, в период времени. И поэтому определяется на насыщение кислородом. Это сейчас один из самых ходовых приборов. Этот пульсоксиметр показывает насыщение кислородом легких и в принципе крови. То есть если у вас там ниже по-моему 90 считается, то уже как бы это плохо. Должно быть 98, 99, а 80 это уже надо ехать короче говоря в больницу. Это вот при коронавирусе, если у вас кашель, задышка. Запускается вот этой вот кнопочкой. Удерживая кнопку запускаем. Оксиметр, он здесь называется. Пульсоксиметр. Есть LK87. На нем получается разница в том, что дисплей будет не вот такой красный. Как здесь немножко будет отличаться. Так, еще раз запускаем. Вот, начинаются измерения. Видите, здесь насыщение кислородом. Здесь пульс. Вот и получается таким вот образом. У меня 96 насыщение. В идеале, конечно, 98, 99. А вот там вот мы видим вот такие вот излучения. Он видит, когда находится там палец. И вот благодаря вот этим вот излучениям, он измеряет количество... Давайте засуну. Этих вот на кислорода, насыщение кислорода в крови. И здесь также он показывает пульс. Видим 95 насыщение. Сейчас я вдыхаю. Посмотрим изменения. Глубоко вдыхаю. Что в итоге? Голова закружилась. 96, пульс увеличивается. Насыщение, пульс. Задерживаю дыхание. Задерживаю дыхание. Не знаю, в общем, как его испытать, но суть в том, что он работает. Если нажимать на вот эту кнопочку, то показания дисплея будут менять свои показания. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом меняются показания для удобства считывания. Также есть меню, но в меню не сильно рекомендую лезть. Вот такое вот меню. Зажимается кнопка включения, у нас здесь одна. И можно использовать меню. В принципе, ничего сложного нет. Включили, измерили. И таким образом можно понимать, если вы, например, заболели, не дай бог, понимать о том, какие у вас показания. Какое у вас насыщение кровью, кислородом в крови, потому что это один из самых важных показателей для того, чтобы вас госпитализировали. Так, сейчас будем измерять пульс и проверять Mi Band. И остальные устройства, которые здесь у нас есть. Так, давайте измерять. Вот это я разверну как раз таки. Так, чтобы все устройства попали в кадр. На пульсоксиметрия пульс 84 здесь. Здесь 76 на Mi Band. Вот кому верить больше. Здесь 65 вообще. 81. Пульсоксиметр показывает. 85. Здесь 92. А Mi Band 81. У всех трех устройств разные показания. Но Mi Band, честно говоря, совпадает больше с пульсоксиметром. Давайте еще раз запустим Mi Band. Здесь он обновляется автоматически. Здесь также обновляется. Давайте попробуем на другом пальце. Для того, чтобы это было еще нагляднее. Вот таким образом. Располагаем, проверяем. 81. Совпадает четко с Mi Band. Что покажет? 78. Mi Band падает. 88. Смотрите. Здесь также. На Apple Watch 92. 83. У Mi Band просто измерение статическое. Он измерил раз и все. И стоит. Apple Watch измеряет время от времени. 81. Как видим. 87 наоборот на пульсоксиметре. Увеличился пульс. 80. А здесь 90. Ну что же. Какому устройству доверять больше? Решать вам. Пульсоксиметр бюджетный. Из Китая. Ну, ровно как и Mi Band. И Apple Watch. Но, я скажу. Вот эти измерения. В принципе, я проверял на более дорогом пульсоксиметре. Работает он неплохо. В плане измерения того, что он должен измерять. А именно оксиметра. Поэтому, в принципе, вот опять измерение. 88. Здесь уже почти плюс-минус одинаковые показания. В общем, пальцы вверх ставим. На канал подписываемся. Видео по измерению на колбасе пульса Apple Watch и Mi Band. Есть также на канале. Посмотрите. Очень интересные там результаты. Все. Всем спасибо. Пока.